Всем здарова, друзья! Ну что, я обосновался в пригороде, нас уволили с работы и я нашел новую работу. Да, друзья, я перебрался из Лос-Антоса в пригороде, мы живем тут, а в прошлой жизни осталась только Камара. Моя Камара 69-го года, как же я ее обожаю. Я хочу прокачать ее на днях, у нас осталось сбережение с прошлой жизни. И я хочу поставить реально крутые диски, перекрасить и поставить что-нибудь реально красивый тюнинг. Хорошо, у нас снова работа уже на подходе, у нас осталось буквально пару часиков и нужно уже ехать. И вот наш инструмент, друзья. Напишите в комментариях, какая у меня работа. Если гадались, вы просто найс. Хорошо, мы садимся, погнали уже. Конечно, Бил мертвый, поэтому нас уволили, поэтому мы на самом дне. Ну, в принципе, мы в пригороде и тут довольно красиво и живописно. Только посмотрите, какие тут пейзажи. Мы просто дно, друзья. Я вам покажу, какая работа у меня. Работа не пыльная, просто сиди и зарабатывай денежки. Конечно, мы просто будем зарабатывать на машинку, мы будем подниматься с самого низа, мы будем... Я хочу вернуть свой значок. Я реально хочу вернуть свой значок и стать самым крутым копом у Лос-Антоса. Это будет просто найс. Ребята, дайте я проеду. Я плохой коп, потому что у меня реально нервы на пределе. Почему так все случилось, я даже не понимаю. Я хотел взять Билла, пришли ребята и просто его убили. Обычный коп. Я говорю, шефу нужно было внедряться, нужно было, конечно же, брать его уже живьем. Когда он уже внедритель был, спокойно я взял бы его живьем. Это было просто бы круто. И тогда нас могли повысить. Но мы, он мертвый, нас понизили и теперь нас сам вне. Почему все лавры достались мне, я даже не понимаю. Хорошо, у нас новая работа, в принципе, у нас новая жизнь. Все это было в прошлом, а сейчас будем подниматься с самых низов. И я уже подъезжаю к своей новой работе. Мы приехали в нашу новую работу, друзья. Ну что, догадались, с кем я работаю? Я работаю обычным охранником продуктового магазина. Это самое дно, что может быть в охранной сфере. Но тут у нас бывают красивые девочки проездом. У нас тут есть шоссе и приезжают крутые байкеры. Мы просто любуемся этими байками. Я, конечно, хотел бы себе прикупить такой, потому что на нем гонять просто одно удовольствие. И, кстати, вот один байкер подъехал. Это, походу, Харли Дэвидсон. Он обалдеть. Он обалденно смотрится. Он просто шикарно смотрится. Это просто чума. Хорошо, пойдем получать форму. Мы переоденемся и начнем наш рабочий день. Так, здорово, ребят. Отдыхайте. Здорово, Боб. Как работа твоя? Все чудесно? Все нормально? У тебя, вижу, напарник появился. Я переоделся и смена моя начинается, друзья. Ну что, у нас есть полицейская дубинка. Если что, будем наводить порядки. Если будут какие-то беспорядки. Бывают, конечно, пьяные. Бывают, конечно, дебошные. И у нас стоит дамочки, курит прямо в магазине. Это, конечно, правонарушение. И нужно просить бросить сигарету. Так, прошу ваши документы и бросить сигарету, дамочка. Так, у Кишкина бросил. Проверим твои документы. Возможно, все будет в порядке. Я просто тебя отпускаю. А можно вызвать даже и шерифа. У нас есть такая возможность. У нас даже есть возможность вызвать сват. Это очень круто. И, в принципе, документы в порядке. А я хочу поесть пончиков и выпить ку-ку-куа. Ну что, пончики реально очень вкусные и очень сытные. Обалдеть, как они прекрасно выглядят. Хорошо, пойдем на улицу. Я хочу подышать свежим воздухом горным. Придет мне на пользу. И хочу выпить все-таки, наверное, ку-ку-куа. Так, сколько один бакс? Ну хорошо, один бакс. В принципе, не очень дорого. Прикупим. И это, походу, на спрайт. Но их тоже сойдет. Так, хорошо, пойдем на разомагазин. У нас там бывает собирается молодежь и выпивает спиртные напитки. Конечно, мы вызываем шериф. Если что, там будет беспорядки. У нас есть полицейская допинка. Если что, можем сами даже разобраться. Так, ну что у нас? Да, молодежь снова собралась и придется их снова проучить. Там, походу, даже курить травку. Это, конечно, правонарушение. Я вызываю шерифом. Я, конечно, пока пробую сам разобраться. Ребята, вы курите и пикурите спиртные напитки. У меня не положено мести. Что и происходит? Ребята, давайте документы ваши, а не хотят мне показывать. Так, ну хорошо, наверное, проучим. Вот просто по морде и все. Спокойно. О-о-о-о, сколько, сколько вас? Меня реально прессуют. О, меня избивают. Шериф, ты где находишься? Черт возьми, меня реально прессуют. Отступаем. Так, маленько отступаем, маленько в сторону. И придется их приучить. Ну, давайте по одному подходите. Тебе в морду. Следующие. Жесть, жесть. У него тут бейсбольная бита. Это больно. Это тебе тоже будет больно. Сейчас я прямо по яйцам. Как красавица, спокойно. Не хочу тебя бить. Я взвал, по идее, шериф. Он должен был подъехать. Так, шериф, разберись, пожалуйста. Он просто стоит и наблюдает. Да что происходит? Так, тебе в морду? Тебе в морду? Походу мне еще в морду. Нет, все в порядке. Давай. О-о-о, это было больно. Пару зубов ты точно потерял. Так, спокойно, красавица. Какой у тебя ножик-то? Тут какая-то словно группировка уже собралась, а не молодежь. С такими ножами, с бейсбольной битами. А шериф стоит и просто и наблюдает. Шериф, помоги мне. Ох, сразу вдвоем. Так, ребята, по одному. Реально подходим по одному. Так, мне походу по печени. Это больно. Там, походу, чувак еще с топором. Это серьезно. Как-то не справляюсь реально. Так, угрок и по морде. Так, сзади. Пропустил удар. О-о-о, как отлетел. Точно зубов не досчитается. А он с топором довольно серьезный чувак. Походу, самое главное. Так, разобрались, походу. С молодежью мы разобрались и надо вызывать скорую помощь. Ребята, почему мне не помогало? Шериф приехал, но он мне почему-то не помогал. Какого черта? Вызываем скорую помощь. Пускай приезжает, убирает эти трупы. Возможно, кого-то спасет. Возможно, нет. А я, наверное, пойду на перекур. После такой заварушки мне нужно покурить и расслабиться. У нас есть уже бейсбольный бит. Но уже я собрал, походу, улики. Пойдем, наверное, все-таки перекурим. И уже пойдем в магазин, вернемся. Я слышу выстрелы и были какие-то крики. Нужно пойти и проверить. Пойди нужно вызывать шерифа и пускай приезжает, разбирается. Но у нас есть огромный опыт и я хочу сам посмотреть. Если что, разберемся. Все, у нас всего лишь есть полицейская добинга. И если что, сможем, конечно... Так, приехал фуром. Приехал какая-то фура. Все двери на распашку. Четырех местных. Значит, там как минимум четыре человека точно есть. Так, подойдем поближе. Ух ты, да. Чувак с обрезом и чувак стоит курит. Походу, остальные двое у нас в магазине. Это ограбление магазина. Хорошо, обойдем на руку с другой стороны. Нужно как-то вывести всех посетителей без жертв. Так, стенки. Так, чувак стоит курит. Значит, у нас в магазине всего лишь один получается. Как минимум один точно есть. Хорошо, это вырубаем. Забираем оружие. И попробуем все-таки, чтобы они сдались. Аккуратненько подходим. Аккуратненько, чтобы нас не заметили. И прям по голове. Ох, нормально. Так, оружие забрали. Восемь патронов, в принципе, достаточно будет. Так, стеночки. Ребята не заметили, все в порядке. Так что можно попробовать их арестовать. Так, ребята, бросайте оружие. Охрана магазина. Черт возьми, они не сдались. Конечно, очень печально. Хорошо, заходим. И посмотрим, сколько там осталось. Ох, чувак стоит. Брось оружие. Охрана магазина, черт возьми. Это реально, черт возьми. Там, походу, еще есть. Да, там есть еще вооруженные. Так, это были просто посетители. Выходим по одному. И все в порядке. Ребята, походу, засели. Бросьте оружие, чувак. Там началась уже какая-то заварушка. Нужно заходить в магазин. Нормально. Походу, уже пора вызывать шерифа. Так, еще один. А это, походу, продавец. Так, его, походу, убили, что ли? Черт возьми, нафиг пошел в драку-то. Обалдеть. Он еще живой. Я не вижу, где он. Я не вижу, где он. Вижу. Так, кончились патроны. У нас кончились патроны. Есть, в принципе, у трупов. Так, собрали. Да, у нас все пистолетики. Так, походу, осталось всего лишь еще один. Какая-то заварушка. Сколько крови и сколько трупов. Так, чувак выходит. Брось оружие. Брось оружие. Я тебя предупреждал. Так, кончились патроны. Но он раненый. Он очень сильно ранен. Нужны нам патроны. Патроны взяли. Как быстренько пробежали. Взяли патрону. У нас есть дробовик. Он, походу, раненый. Нужно попробовать его арестовать. И отвезти в тюрьму. У меня реально мало патронов. Слева справа. Где он? Не вижу. Он реально засел в магазине. Так, хорошо, заходим. Осталось всего лишь один. Брось оружие. Брось оружие, я тебе сказал. Так, он бросил оружие. Бросай оружие. Ты пойдешь в тюрьму. Так, вели одного. И больше никого не вижу. Продавца убитый. Да, продавец убитый. Его можно арестовать. И тобой замьется уже шериф. Так, давай-ка. Давай-ка нарестовываем тебя. Отведем тебя подсобку. И, наверное, дождемся шерифа. Так, окей, готово. Так, давай-ка за мной, наверное. Пойдем подсобку. Я тебя, наверное, посажу. И вызывать будем шерифа. Ты оставайся здесь. До прихода шерифа я пойду разберусь. Какая-то приехала машина. Ооо, сколько фур приехало. Это, походу, ваша подмога. Ваши дружки приехали. Хорошо вызываем шериф, потому что, ребят, походу, слишком много. И меня хорошо прессует. Так, у нас есть обрез. У нас есть дробовичок. Меня очень сильно прессует. Даже не могу высунуться. Черт возьми. Какого черта я устроился в магазин продуктов? Потому что их слишком много. Словно как продуктов в этом магазине. Так, лежать. Охрана магазина, черт возьми. Ох ты, да. Там реально их очень много. Ребята решили просто прийти и наказать меня. Так, перезарядком. Мне нужна перезарядка. Патронов у меня пока что хватает. Но их слишком много. Я даже не могу высунуться. Мне нужен, по идее, сват. А если зайду в магазин, будет мне реально очень жарко и не сдобровать. Меня просто реально прессует. Ох, ребята, подходи поближе. Хо-хо. Хорошо пролетел. Видишь, нужно найти цель в следующем. Как бы они все ближе и ближе подходят. Привалку же просто размочили в прух и прах. Так, если уж, кажется, полиция Олос-Антоса приехала. Шрифт, мне нужна помощь твоя. Мне нужна помощь еще, походу, из свата. Тогда ребята уже отстреливаются с копами. Нужно помочь. Нужно помочь копам. Так, сделаем перезарядку. Подходи, подходи поближе. Он сразу упал мертвый, что ли? Ох, жесть. Там слишком много. А у нас есть еще карманы, пистолет. Там все равно с пулеметом у меня. Обалдеть. Привалку просто размочили. Просто против прах. Жесть. Нужно поближе подойти. Там какие-то уже взрывы есть. Так, хорошо, нужна еще, наверное, полиция. Так, заходим. Заходим по одному. Я всех встречу. Патронов на всех хватит. Можно обрезом. Обрезом добить его. Так, хороший выстрел. Там реально уже перестрелка началась. Нужно выходить из магазина и помочь уже шерифу. Хотя это не моя работа. Моя работа просто охранять магазин. Чем я сейчас и занимаюсь. Я охраняю магазин? Жесть. Обалдеть. Ну, в принципе, можно высунуться на пару секунд. Так, вижу, там очень многое же со скоплением. Ох, сразу двоих снял. Жесть. Там слишком много. Я думаю, это просто ограбление магазина. А тут словно заварушек какой-то мафиози. Так, чувак был ранен, я его просто добил. Там, походу, выбрал хорошую позицию и просто всех шмаляю. Как подходит ко мне, подходит ко мне, заходит. Ох ты да. Красивый устрел, он мертвый. Нужна перезарядка, патронов еще хватает. Так, сразу три цели. Там реально заварушка. Хорошо, нужно еще сватку, потому что, походу, полиция не справляется. Я выбиваю еще сватку, пока ребята приедут, помогут. Обалдеть. Так, один готов. Тут даже горит, пробегает. По окну-то пора уже выходить. Хотя там очень жарко, но там реально прессуют очень сильно. Шрифтом реально устроил бомбежку просто. Так, его убили, ко мне решил подзайти все-таки. И получил сразу дрог. Это больно, чувак. Так, нужна перезарядка. Делаем перезарядку. Моя работа просто охранять магазин, чем я реально занимаюсь. А что происходит по ту сторону магазина, меня не волнует. Так, там перестрелка, я походу с кубами, нужно помочь. Хотя прессуют и меня. Мне просто не дают высовываться. Так, он пошел куда-то. О, хороший выстрел. Дробой хорошо отстрелил даже издалека. А вон, чувак, не отстреливает. Получил по печени и заупал замер, походу. Нет, он еще живой. Он еще живой, походу хопа не справляется. И нужно еще сват вызвать, что ли? Ну давай, еще вызовем. Там реально очень много, я даже не могу понять, сколько их там человека. Прямо по заднице хочу. Он повернулся, он повернулся ко мне. Просто в мясо. Обалдеть. Устроился в магазин продуктов. Так, ко мне заходит, ко мне заходит и сразу получает дробь. Ребята ко мне очень заходи. Здесь сразу будет смерть. Так, походу успокоились. Я сделал перезарядку, наверное, пойду уже на улицу. Так, походу еще ко мне заходит. Не успел, конечно, пробежать. Так, все-таки решил зайти ко мне? О, нормально. Просто вкруть получил. Так, все, порядки отсиживаемся. Пока отсиживаемся, ждем. Он, походу, контужен был. Добьем его. Шрифт, ты где находишься? Хорошо, вызываем сват, и пускай же патрульный приедет. Обалдеть, сколько трупов, сколько вы словно мафиози какая-то. Решил ограбить продуктовый магазин. Конечно, понять, ребят, можно, но я пришел и... Друзей убил, и... Чуть возьми. Они еще справа идут. Вызываем уже побольше, наверное, патрульных. Пускай ребят приезжает, разбирается, потому что я не могу выйти из магазина. Не смогу просто... Так, он видел, что упал на его напарник. Так, решил зайти ко мне? Он нормально, уже третий. Третий решил зайти и получил дробь. Встает, встает, и я сразу в задницу его. Так, ну что, теперь можно встать, в принципе. Да, можно встать уже и пойти уже на улицу, а разобраться. Сколько осталось? Так, этот готов? При лавку. Обалдеть, сколько трупов-то. Жесть. Там еще есть перестрелка, можно взять пистолет и пойти помочь, если что, конечно. В округе магазине мы, конечно, все будем зачищать. Там как-то идет еще перестрелка. Так, вижу копы. Копы идут, я не вижу больше никого. Но перестрелка идет, походу, где-то вон там. Ну-ка, пойдем посмотрим. Так, он готов. Я помог копам с последним, походу, разобраться. И давайте посмотрим, друзья, сколько здесь трупов и сколько была заварушка. Насколько все было серьезно. Пришли ребята ограбить магазин и просто нашли тут смерть свою. Жесть. Вызываем скорую помощь, пускай приезжает, разбирается. Может, кого-то даже и спасут уже. Были какие-то взрывы. Да, много копов полегло, конечно. Ну что, я, конечно, поеду домой. Конечно, надо будет все это дело разобрать. Все понять, стоит работать мне здесь дальше или не стоит. Потому что довольно серьезно бывает заварушки. Но увидимся в других роликах. Всем спасибо, кто смотрел. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok